Участники трудового отряда старшеклассников работают на станции юных натуралистов, не отвлекаясь на капризы погоды и надоедливых комаров. Уход за цветами, создание композиций, за каждым из них закреплен свой участок. Школьники говорят, здесь как на даче. Просто решила попробовать. Ну и к тому же хочется сделать наш город лучше, так как это в первую очередь очищает и облагораживает наш город. Я учусь в биохимическом классе, поэтому для меня это очень интересно, так как это связано с биологией, с растениями, с ботаникой. Комары не заели? Заели. Но это того стоит, смеются старшеклассники, ведь работать среди такой красоты все же доставляет удовольствие. Здесь есть все, фонтан, кактусы, цветы и даже малые архитектурные формы в виде зверей. Не рычат и не кусают и на станцию юнатов запускают. Эти три медведя выполнены из мха, под каждым из них основа в виде проволоки. А чтобы создать таких пушистых животных, изначально на мох наносили клей. Далее этой заготовкой уже обклеивали непосредственно всю конструкцию. Стоит отметить, Каннская станция юных натуралистов является неоднократным победителем краевого конкурса «Геодекор». И у специалистов еще много планов. Педагоги станции юных натуралистов с отрядами ТОС участвуют в проекте «Геодекор». Участвуем мы каждый год и каждый год мы занимаем первые места. В этом году Краевая станция юных натуралистов расширила номинации. Создание малых архитектурных форм, украшения парадной зоны, отдельные композиции. Теперь трудовые отряды старшеклассников совместно с педагогами могут опробовать свои силы в конкретном направлении и заявить о себе на весь край, показав, что такое красота по-сибирски. Продолжение следует...